Ракету-носитель энергии создавали всем миром. Над ней трудились более тысячи предприятий России, Украины, Белоруссии и других республик СССР, на которых работали тысячи инженеров и ученых. Работали на износ, без больничных и выходных. Запуск энергии произвели в 6 часов утра 15 ноября 1988 года. Этот день ветераны помнят до сих пор. Открываются ворота. На рельсы все традиционно положили пятаки своей монеты для того, чтобы они были раздавлены этой громадиной. В результате получили экспонаты. У каждого мы храним до сих пор. Это расплющенные на плече эти монеты. Аналогов энергии в мировом ракетостроении нет по сей день. Стартовая масса ракеты 2400 тонн. Она вывела на орбиту корабль «Буран». В создании энергии участвовали все работники завода «Прогресс». Под глобальный новый проект завод выполнил техническое перевооружение производства, внедрил уникальные технологии. Помню, как приподнятое буквально настроение, как новость разлетелась буквально среди студенчества. И люди поздравляли друг друга. Я искренне рад, что вот такая гордость за свою малую родину сохранилась в сердцах самарцев и по сей день. И сегодня ракетостроительные отрасли – это визитная карточка нашего города. Город остается, наверное, самым космическим городом страны. Мы по праву гордимся, как и четверть века назад. Принимаем активное участие в покорении космоса. Разрабатываются, внедряются в жизнь новые перспективные технологии. Сейчас ракетостроению нужно выходить на новый качественный уровень. Особое внимание власти региона уделяют подготовке молодых специалистов. Перед нами стоят задачи огромной важности. Мы для этого пытаемся сделать все, чтобы поддержать и помочь университету, СГАУ. Надо готовить новых специалистов с новым мышлением. Вам известно, наверное, что удалось нам добиться, чтобы университет попал в 15 ведущих вузов страны. Для нас исключительно важно, для космической отрасли исключительно важно, если мы там сможем создать базу соответствующую, если мы создадим систему подготовки, если приходить будут люди увлеченные, желающие активно работать. Об успехе ракеты-носителя «Энергия Буран» знал весь мир, но главные победы ЦСКБ «Прогресс» еще впереди. Самарские разработчики готовы и дальше покорять просторы космоса. Сейчас уже ведется активная работа над проектом ракеты супертяжелого класса. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.